Сейчас в Красноярске действительно чувствуется настоящая осень. Опавшие листья, пожелтевшие деревья, пасмурная погода. И лично мне в такой период осени всегда хочется уехать в какое-нибудь теплое место. Но, как сообщает глава гидрометцентра Роман Вильфан, и на наши российские курорты идет похолодание. И в Крыму, и в Краснодарском крае, когда в сентябре обычно там плюс 25, плюс 27 градусов, теперь обещают не выше плюс 20 градусов. Но если говорить про прогноз на эти 7 дней, то уже сегодня заметно ощущалось похолодание. За ночь температура опустилась практически на 10 градусов. И с утра и днем был небольшой дождь, а столбик термометра показывал плюс 11 градусов. Так что тем, кто за лето отвык брать зонты, придется приучать себя к этому вновь. Потому что на этой неделе дождь обещают каждый день. Во вторник, 21 сентября, чуть похолодает до 8 градусов со знаком плюс. Будет немного ветрено и дождливо, а ночью температура воздуха опустится до 2 градусов тепла. В среду и четверг погода будет примерно такой же, плюс 7 градусов, облачно и осадки. А вот с пятницы, 24 сентября, температура вновь начнет падать. Синоптики обещают плюс 6 градусов, большую вероятность осадков и ветер. А ночью придут первые минусовые температуры. Минус один прогнозирует нам гидрометцентр. Также в пятницу ночью может пойти и первый снег. В выходные погоды, к сожалению, тоже не порадуют красноярцев. В субботу днем будет дождь и 5 градусов тепла, ночью минус один. И вот единственный день, когда осадки прекратятся, это воскресенье. Но в связи с такой погодой в краевом МЧС красноярцев просят быть осторожными на дорогах и в лесу. Потому что за прошедшую неделю спасатели побывали на 13 авариях. А из леса вытащили по меньшей мере 7 человек. Также спасатели особое внимание уделяют туристам. Потому что за последнее время было несколько случаев, когда путешественники просто переставали выходить на связь. И вот сейчас под контролем специалистов краевого МЧС находится 6 туристических групп, в которых состоят 42 человека. Полина Михальчук, Сергей Токарев, Новости ТВК.